В эфире программа «Новости дня» в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях Оренбурга и области готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Сейчас коротко о темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опубликован рейтинг инвестиционно-привлекательных регионов страны. Футболисты Оренбурга уступили Екатеринбургскому Уралу. Итоги матча и яркие моменты игры в нашем обзоре. Пасмурно, ветрено, грозы. Прогноз от Оренбургского гидрометцентра на ближайшие 7 дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое пострадавших от падения карусели в Оренбурге остаются в больницах. Двое детей в областном центре и одна девушка в Москве. Все идут на поправку. О положительной динамике в их состоянии сообщают в региональном министерстве здравоохранения. На сегодняшний день у нас два ребенка остаются в стационаре. Состояние абсолютно стабильное, но курс лечения нужно еще продолжить. Один ребенок будет выписан в среду, если не ошибаюсь, второй в пятницу. То есть к концу этой недели все пациенты уже будут дома. Но взрослые все выписаны, но за исключением девушки, которые проходят лечение в институте имени Бурденко. Также в региональном Минздраве сообщают, в ближайшие дни пациентки в столичной клинике проведут операцию на лице. Напомним, 6 мая в Оренбурге, более известном как парк имени 50-летия СССР, рухнула карусель. Пострадали 19 человек, из которых 12 дети. Девятерых после осмотров с ушибами и ссадинами отпустили домой. Выяснилось, что упавшая карусель не была поставлена на учет в органах гостехнадзора. Соответственно, эксплуатировать ее было запрещено. После происшествия были задержаны трое ответственных лиц, которые контролировали работу парка и аттракционов. Они будут находиться в СИЗО до 7 июля. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования сейчас у нас допрошены лица из числа работников ООО «Аттракцион-сервис», кто работал 6 мая в момент происшествия. Это билетеры, лица, отвечающие за безопасность во время использования каруселей. Допрошены также у нас часть пострадавших лиц, кто по состоянию здоровья мог дать соответствующие показания. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Оренбурга по статье «Халатность». Позже стало известно, что областная прокуратура начала проверку всех каруселей и развлекательного оборудования региона и уже приостановила работу некоторых из них. К другим темам. Оренбургцы продолжают помогать землякам, участникам специальной военной операции. Губернатор Денис Паслер на своей страничке в социальных сетях сообщил о готовящейся отправке в зону боевых действий 15 автомобилей повышенной проходимости, свой вклад в поддержку бойцов на передовой внесли и артисты театра музыкальной комедии. Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Заявки от командиров частей получаю лично. Все, что необходимо бойцам, стараемся приобретать оперативно и в полном объеме. Сейчас готовим к отправке на фронт 15 автомобилей повышенной проходимости. УАЗы и Газели проходят технический осмотр при необходимости ремонт. Машины доставим военнослужащим полностью в исправном состоянии. Только за последний месяц в части, где служат бойцы из Оренбуржии, отправлены автобус ПАЗ, три УАЗа, Нива и внедорожник. Каждый автомобиль едет на передовую, загруженной гуманитарной помощью. На фронт везут коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, дизельные электростанции. Средства на это были направлены из фонда «Защитник», в которой, в том числе, представители органов исполнительной власти перечислили однодневный заработок. Кроме того, в минувшие выходные шесть солистов Оренбуржского театра музыкальной комедии дали концерты перед бойцами в Луганской народной республике. Артисты планируют сделать гастрольную практику регулярной. Гуманитарные конвои из Оренбуржья в зону боевых действий отправляются еженедельно, отмечает глава региона Денис Паслер. Криминальным новостям. Более 4 миллионов рублей на счета телефонных мошенников. Это не выдуманная история, а реальный случай. Очередной жертвой злоумышленников стала жительница города Ясный. После того, как деньги были переведены, мошенники перестали отвечать на звонки. Ситуацией разбираются полицейские. В дежурную часть города Ясный поступило обращение от местной жительницы, которая сообщила, что она и ее муж перевели неизвестным более 4 миллионов рублей. Мошенники действовали по уже ставшей классической схеме. Позвонивший мужчина представился дознавателем УВД города Москвы. Рассказал 48-летней Оренбурженке, что на ее имя оформлено 5 кредитов. Потом он передал дело якобы правоохранителю из областного центра. А конечным специалистом стала уже сотрудница центра банка, которая сообщила, что нужно обезопасить свои счета и оформить встречный кредит. С 26 апреля я начала эту процедуру. Приходила в банк и заказывала кредит на свою фамилию. Сотрудничала с банками. И после чего мошенница звонила мне, или я с ней созванивалась, снимала деньги с банкоматов того банка и переводила на номер счета, который диктовала мне мошенница. Помимо кредитных денег, жительница Ясного заняла деньги у знакомых, а также использовала личные сбережения. В итоге за несколько дней она перевела на различные счета мошенников более 4 миллионов рублей. Женщина также рассказала, что в сети этих же злоумышленников попал ее муж. Сомнения возникли в самом начале разговора с неизвестными. Но поскольку по ту сторону звонка знали все его личные данные, мужчина поверил. Правоохранители Оренбургской области еще раз напоминают, что вне зависимости от того, кем представился позвонивший, следовать его инструкции не нужно. Оренбургские лагеря готовятся принять первых отдыхающих. Проверка оздоровительных учреждений на соответствие всем требованиям стартует 20 мая. За неделю до этого Министерстве социального развития области провели ежегодное совещание с представителями ведомств, ответственных за детский отдых. Где в этом году будут отдыхать юные оренбуржцы и какая программа для них подготовлена, расскажем далее. На календаре с середины мая до начала летних каникул ровно две с половиной недели. Самое время проверить готовность оздоровительных площадок. В этом году в регионе будут работать 846 детских лагерей различных типов. Они готовы принять свыше 80 тысяч детей. Кроме этого будет организовано более 600 площадок кратковременного пребывания. Они охватят 20 тысяч детей. У нас достаточно большой разбег между лагерями, которые включены в реестр организации отдыха и оздоровления, и лагеря, которые действительно у нас работают. Поэтому очень прошу до 1 июля провести этот мониторинг и в каждом муниципальном образовании все-таки определиться, лагерь будет работать, есть какие-либо перспективы. Также в этом году завершается капитальный ремонт в двух загородных лагерях «Авангард» и «Город детства». На организацию отдыха и оздоровления детей в 2023 году направлено свыше 700 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 22%. В настоящее время специалисты, контролирующих детский отдых ведомств, приступают к проверке безопасности территорий, организации спортивного времяпрепровождения, культурной и туристической направленностей. «Педагоги много сейчас думают, разрабатывают программу наполнения, чтобы детям было интересно и познавательно. И, конечно же, мы в этом году будем, как и в предыдущие годы, говорить много о наших нравственных ценностях». Юные оренбуржцы также смогут отдохнуть и за пределами региона. Федеральные детские центры, такие как Артек, Орленок и ряд других, смогут отправиться 356 детей. В лагере «Янтарь» в городе Анапа отдохнут 192 ребенка из Оренбургской области. Это дети, которые добились определенных успехов в учебе, искусстве и спорте. Юлия Атюшевская, Семен Воробьев, Новости дня. Оренбургских школьников приглашают поработать во время летних каникул. С 15 мая заработал Центр занятости для подростков. Прием заявок ведется в Центре занятости населения по адресу Пушкинская, 10. Трудовой период начнется 1 июня и продлится до 31 августа. Он будет разбит на три смены. Пока в Центре занятости школьников информируют о вакансиях, помогают собрать необходимый пакет документов. Ученикам предлагают потрудиться на уборке города, благоустройстве и озеленению областного центра. Их готовы принять подсобными рабочими производственные предприятия. Трудовой день школьников в возрасте от 14 до 16 лет может длиться не более 4 часов. Те, кто постарше, могут трудиться не более 5 часов в день. Принять на работу юных оренбуржцев готовы муниципальные предприятия «Комсервис» и благоустройство и озеленение, молодежный центр Оренбурга, библиотека имени Некрасова и другие компании. У школьников появилась возможность с пользой провести каникулы и заработать неплохие для подростка деньги. Как минимум 20 тысяч ребята могут заработать, помочь семье, либо на какие-то свои нужды потратить эти деньги. И учитывая тот труд, который они выполняют, все-таки это не по отрывам кодексу запрещено. Тяжело физический труд, вредные условия труда, сверхурочное рабочее время. Поэтому здесь в основном идет сфера жилищно-коммунального хозяйства, уборка, посадка. Поэтому мы считаем, что тогда в принципе это неплохие деньги. Еще в прошлом году в Оренбурге было трудоустроено 500 школьников. В этом году в центр занятости уже поступили заявки на 600 с лишним юных оренбуржцев. Сейчас прервемся, и вот что будет дальше в нашей программе. Оренбуржье в третьей десятке. Опубликован рейтинг инвестиционно-привлекательных регионов страны. Футболисты Оренбурга уступили Екатеринбургскому Уралу. Итоги матча и яркие моменты игры в нашем обзоре. Пасмурно, ветрено, грозы. Прогноз от Оренбургского гидрометцентра на ближайшие 7 дней. Это новости дня, мы продолжаем. Названы топ-35 инвестиционно-привлекательных регионов страны. Об этом сообщают известия. Оренбуржье вошло в третью десятку. Иркутская область, Якутия, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа возглавили топ-5 рейтинга 35 самых инвестиционно-привлекательных регионов России. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, подготовленного на основе данных Росстата по итогам 2021 и 2022 годов. Как отмечают авторы исследований, объем инвестиций в основной капитал в целом по стране за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 4,6 миллиардов рублей или на 19,9%. Общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 4,6%. Во вторую десятку инвестиционной привлекательности вошли Башкирия, Владимирская область, Крым, Нижегородская область. В третьей десятке Санкт-Петербург, Бурятия, Чувашия, Самарская область, Оренбургская, Тульская области и Ставропольский край. Замыкают исследования Рязанская, Кемеровская, Сахалинская, Ивановская области, Карелия, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область. На базе Оренбургского государственного аграрного университета прошел профориентационный квест для студентов и школьников под названием «Профессия инженер. Код доступа в будущее». Как все было, смотрите далее. Найти бортовой компьютер, опрыскиватель Sprite Control 2А. Чтобы принести максимальное количество баллов своей команде, выполнить задание нужно как можно быстрее. У Михаила ушло чуть меньше минуты. Уверен, такие конкурсы помогают в образовательном процессе. Помогают, потому что студенты сразу могут на практике понять, для чего они будут здесь учиться, зачем и что будут вообще узнавать. Команды должны пройти 8 станций, отбалансировать колесо, определить качество дизельного топлива или, как здесь, показать умения в управлении подруливающим устройством. На мониторе картинка – это имитация поля. Проехать по нему новичку непросто, поэтому рядом наставники – студенты аграрного университета. Они понимают, как оно работает, выравнивают свои силовостные трактора или любую другую технику, которая изображена у нас в запрограммированном мониторе. И, собственно, приезжает заданный вектор, то есть заданная траектория максимально ровная. Также ровно, а главное, по правилам дорожного движения. Выполнить задание нужно и на тракторе-тренажере К-744. Столько много нужно нажать, включить, сделать. Поэтому про такие элементарные вещи, как поворотник, забывают. Именно в этом классе Кировец студенты аграрного университета проходят подготовку рабочей профессии тракторист-машинист. Открыли этот класс в марте 2021 года. Теперь у студентов есть возможность получить навыки вождения уже в университете. Ребята, изучив теорию, выходят на предприятия сельскохозяйственного именно типа. И работают в качестве тракториста-машинистов, механизаторов уже на той технике, которую обучали именно в аудитории. Те, кто, будучи еще студентом, открывает категорию, успевают за лето даже подзаработать, говорит декан факультета Андрей Козловцев. Практически каждая вторая машина на Оренбургском поле – трактор петербургского завода. Здесь также проходит переподготовку работники из разных хозяйств области. Мы работаем в долгую. Это вообще специфика сельского хозяйства – работать не один год, а пять-десять лет. Поэтому мы вкладываемся сейчас, вкладываемся в аудиторию, вкладываемся в обучение, чтобы наш бизнес был более стабильным, как и все сельское хозяйство, чтобы думать именно о будущем уже сейчас. А это учебный класс зерноуборочных комбайнов. Он постоянно пополняется обновленной техникой. Каждый год мы ставим новые модели техники, потому что техника, она постоянно модернизируется. Здесь и бортовые компьютеры усовершенствуются. Уже, можно сказать, техника управляет не механизатор, а оператор. И после учебного года мы ребят приглашаем к себе на производственную практику. В актовом зале университета подводят итоги профориентационного форума. Приглашенные гости отвечают на вопросы. Участники – студенты техникумов и школьники – интересуются перспективными направлениями в сфере АПК. Главная цель – показать ребятам, что инженерная специальность – это здорово, это круто. Получив это образование, можно реализовать себя в жизни успешно и удачно. В завершении команда «Победитель» получает памятные подарки от индустриальных партнеров. Наталья Мороз, Георгий Баруцкий. Новости дня. О спорте. В очередном туре российской премьер-лиги футболисты Оренбурга на выезде минимально уступили Екатеринбургскому Уралу. На старте чемпионата Оренбуржцы благодаря хет-трику Сычевого уверенно выиграли уральское дерби. Но сейчас не стоило ожидать подобной результативности. Урал очень хочет покинуть зону стыков, а наши, досрочно сохранив место в премьере, вполне могут сушить игру. Да и Сычевого давно нет. В итоге получилась вязкая борьба со считанным количеством ударов по воротам. За исключением преимущества хозяев по угловым, статистические показатели команд примерно равные. Хороший, я думаю, комбинационный футбол, но где-то метров, наверное, за 20-30 до чужих ворот у нас чуть-чуть нервозность какая-то присутствовала в атаке. Неторопливое течение игры прервалось в середине второго тайма. Фланговая атака хозяев не предвещала угрозы. В штрафной было пятеро оренбуржцев и всего двое игроков Урала. И при таком численном преимуществе наши беспрепятственно позволили Юшину нанести разящий удар головой. Вскоре гости красиво сравняли счет. В завершении размашистой трехходовки на опережение сыграл Обухов. Матч закономерно катился к ничейному исходу, но на 89-й минуте произошел футбольный несчастный случай. Копленко, до этого отметившийся попаданием в перекладину, прерывая передачу, срезал мяч в собственные ворота. По качеству не самая лучшая наша игра была. Бывали игры, когда мы даже проигрывали, но лучше играли. Но, тем не менее, отметить то желание, то рвение, которое у нас сегодня было, это то, что нам надо было для того, чтобы набрать у них тречка. Второй матч подряд наша команда в самой концовке обменивается с соперником голами и уступает со счетом 1-2. Довольно обидный итог, хотя и не сильно повлиявший на турнирное положение. Оренбург в таблице по-прежнему восьмой. После гола, который соперник забил, мы чуть-чуть начали побыстрее играть. Но я там недоволен, честно скажу, с игроками, которые играли больше впереди. Потому что там только чувство, которое у них есть, они сегодня не показали. В следующем туре будем принимать бессменного чемпиона «Зенит». Нет нужды объяснять, как хочется реваншироваться за убийственные 0-8. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. О погоде. Южный циклон из самых теплых районов области и антициклон северо-запада. На этой неделе в Оренбурге ожидается переменчивая погода. Усиление ветра, а местами дожди и грозы. Прогноз на ближайшие 7 дней от областного гидрометцентра. В ближайшие дни погода в регионе будет оставаться стабильной. Температура не превысит 21 градуса. Слабый ветер в ночь со вторника на среду. А уже днем он начнет усиливаться. В большинстве районов области его скорость будет достигать 9-14 метров в секунду. А на востоке и в центре региона порывы станут около 20 метров в секунду. Дожди ожидаются ближе к выходным. В восточной части области. Температура здесь плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу дождь сместится в южные районы и юго-восточную часть Оренбуржья. Уже в начале следующей недели станет теплее. Воздух может прогреться до 26 градусов. Осадка в синоптике не прогнозируют. Однако днем будет облачно с небольшими прояснениями. Посади дерево в своем дворе. В преддверии областного дня детства в жилом комплексе Дубки появилась аллея УПСК «Жилстрой дети». В акции приняли участие строительная компания, управляющая компанией «Гармония», родители и дети. Они высадили десятки молодых саженцев. Молодой густонаселенный район. Представители компании-застройщиков Дубках вместе с жителями высадили Ивы и Тополя. Со временем они станут не только украшением территории у нового детского сада, но и укроют от жаркого солнца своей тенью. Организаторы говорят, для комфорта жители микрорайона продолжают создавать все условия. За 30 лет компания «Специализированный застройщик» УПСК «Жилстрой» обеспечила квартирами около 15 тысяч оренбургских семей. Дети – это наше будущее. Вся наша компания старается для вас всегда, индивидуально подходит к каждому проекту дома, к каждой площадке детской. Индивидуально выбираем мы и вам тренажеры, и качели. Ни у одной площадки не повторяется одно и то же. Мы хотим, чтобы вам здесь очень комфортно жилось. В честь детского праздника и юбилея застройщик подготовил конкурсы, сладости, аниматоров и праздничное настроение для маленьких жителей. Микрорайон «Дубки» возводится практически в центре Оренбурга, по улице Уральской, вдали от промышленных зон. Здесь планируется построить более 400 тысяч квадратных метров жилья. Для удобства жителей в микрорайоне уже работает детский сад. Скоро появится и своя школа. В УПСК «Жилстрой» можно приобрести квартиры от однокомнатной до трехкомнатной, как за собственные средства, так и по ипотеке, с помощью материнского капитала и сертификатов. У компании индивидуальный подход к каждому покупателю. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте orttv.ru. Также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!